МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа «День с толком» в студии Елены Кузовкина. Здравствуйте! Смотрите в выпуске. Масочный режим будет с нами навсегда, заявили в Роспотребнадзоре. Важную автодорогу на Казахстан сдали на год раньше срока. Шукшинский кинофестиваль закрыли со зрителями, но до победителей не дозвонились. Итоги непростого онлайн-формата. Масочный режим теперь будет с нами всегда, заявила представитель Роспотребнадзора Ольга Егорова. И отметила, что вернуться к прежней жизни до пандемии скорее всего не получится. Вместе с масками с нами должны остаться и социальная дистанция, и дезинфекция. Между тем, в учебных заведениях региона за последнее время зарегистрировано несколько вспышек коронавирусной инфекции. В техникуме кинологии и предпринимательства заболели 6 преподавателей. Трое педагогов в детской школе искусств номер 3. По этой причине учреждение ушло в дистанционный режим. Единичные случаи зафиксированы в трех детских садах. Также заболел один ученик. Четких рекомендаций, как действовать в случае, если в школьных коллективах выявляют больных, нет, заявила представитель Роспотребнадзора. Поэтому используют такой алгоритм действий. Если выявился случай заболевания среди учащегося в классе, конкретный класс переводится на дистанционное обучение. Если случай произошел среди учителя, то есть просто все берутся под медицинское наблюдение, определяется круг контактных среди учителей, среди учеников, и они наблюдаются в течение 14 дней. Сложной на сегодняшний день в крае остается ситуация с тяжелыми больными. Пневмонии фиксируют реже, но по сравнению с прошлым годом выявляют в три раза больше. По-прежнему тяжело болеют люди пожилые. Мы видим тяжелое, крайне тяжелое течение у больных с сопутствующей патологией, где докторам приходится принимать решения по лечению и других заболеваний, помимо коронавирусной пневмонии, это болезни сердца и сахарный диабет. Мы видим, что их количество и удельный вес в общем количестве находящихся на лечении выросло и сегодня составляет по тяжелым пациентам 13%, по крайне тяжелым – это 3%. Согласно сегодняшней статистике, в регионе 124 тяжелых пациента, 42 находятся на аппарате ВЛ, трое скончались. Всего в крае зафиксировано 62 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. К слову, продолжая тему школ, в одном из муниципалитетов родители читают молитвы, отправляя детей на учебу и не из-за коронавируса. К нам в редакцию обратилась мама и учащихся Угловской средней школы имени Масликова. Они жалуются, что крыша образовательного учреждения уже 10 лет, как требует капремонта. Сделать его им обещают каждый год, но ситуация не меняется, точнее, становится хуже. Вот это наш класс, где учатся мои дети. Такую картину увидела Оксана Барухина, когда пришла на собрание накануне учебного года и в таком состоянии, по ее словам, находятся практически все кабинеты третьего этажа. А так школа выглядит снаружи, крыльцо обрушено и огорожено лентой. А дети учатся в таких условиях? Да, дети учатся, одеваться некуда. На мой вопрос, вот там плиты просевшие и большие щели между плитами, что если вот вода на них будет капать, либо с плитами что-то, не дай бог, случится. Сказали, ну давайте мы сдвинем парт от этих плит вперед к доске. Беспокоит Оксану и вечная сырость в здании. Ее дети учатся в одном классе и страдают аллергией. В таких условиях, уверена, женщина недалеко и до астмы. Чтобы изменить ситуацию, Оксана и другие родители готовят обращение к министру образования и науки региона Максиму Костенко и губернатору. В бездействии алтайских властей и силовиков обвинил депутат Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Все это история с рубцовской женщины, которая убивала собак ради пропитания. Депутат обратился в прокуратуру. Еще раньше политика такое положение дел возмутила местных жителей. Они этап правоохранительных органов прошли, возбуждение уголовного дела отказано. Но люди не намерены сдаваться. С ними сегодня познакомилась моя коллега Ирина Корчагина. Ей слово. За моей спиной находится дом той самой живодерки Екатерина. Ей 54 года. Она проживает со своим любовником Александром. Люди рассказывают, что женщина не просто жестоко убивает животных, она при этом испытывает откровенное удовольствие. А вы знаете, чем ваша сожительница занимается? Вот так-то изредка. Изредка что? Она изредка занимается? Да, да. А для чего? Это хобби такое или это что? Это нет. Она простывала сильно. Простывала? Да, да. Собачка. Ну что, легкие были люди. И это как последствие какое-то? И из-за этого она забивает животных? Да, да. Сама же пенсионерка нам призналась, что убивает собак и ест их для того, чтобы лечить свой туберкулез, который, по ее же словам, ей даже не диагностировали. Напомню, несколько месяцев назад в интернете появились ужасные кадры, на которых женщина добивает молотком взрослых и маленьких собак, разделывает их еще живыми. Обед готовите сейчас? Да, я просто плов сделаю. Плов? Ага. Ножки сольные. Ножки сольные покупаем. Спасибо. Ну так, скажи, что это такое, блядь? Свиные ножки. Ну, свиные ножки. Екатерина, слушайте, а все-таки неправда, что вот говорят, что вы собак ели, потому что есть нечего было? Здесь собак нет. То есть курица, мясо, фарш магазинный. Да. Видео появилось несколько месяцев назад, а женщина до сих пор находится на свободе. Она не изолирована от общества, и очевидно, что она очень опасна для соседей, для всех жителей Зеленой Дубравы, для детей в том числе. Известно, что этой историей заинтересовались даже в Госдуме, но сегодня на месте работают зоозащитники, местный депутат. Чем закончится вся эта ужасная история, чем она может закончиться для Екатерины, мы будем рассказывать в завтрашнем выпуске новостей. Непростой будет у судьба еще одного животного. Сегодня в Барнаульской ветклинике будут оперировать лебедя, которого привезли из Ярового. Крыло ему придется ампутировать. Все из-за того, что помощь он ждал слишком долго. Несколько дней назад волонтеры Ярового попросили помочь привезти птицу в Крыевую столицу. По словам добровольца Арины Фирсовой, желающие все-таки нашлись. Но выживет ли теперь лебедь, пока неизвестно. Ветеринар Артем Кучер рассказал нам, что состояние птицы тяжелое. Однако надежда на выздоровление есть, ему нужно только перенести операцию. А приютить его уже готовы на страусиной ферме Барнаула. Алкоголь, бензин, наркотики. Друзьями этих детей стали пагубные привычки. Подростки прогуливают школу, связываются с плохими компаниями, обманывают родителей. Возвращают к нормальной жизни проблемных подростков в Алтайском краевом наркологическом диспансере. Специально для них разработана семейная терапия. София Цинко продолжит. Сработала, стало меньше злиться. Контроль эмоций, дисциплина, борьба с ленью. В детском отделении краевого наркодиспансера работа над собой ежедневная. Выглядит как детский лагерь. На деле больничное учреждение, где расписан каждый час. Так здесь отучают детей от вредных привычек. Я делал поделки, рисовал, читал книги. Все такое делал. Занимался в спортзале, делал уроки. Я не буду делать как дышать бензином. А буду наоборот помогать маме, помогать папе. Сейчас здесь 12 пациентов. Обычно это дети в возрасте 11-16 лет. Преимущественно с тягой к алкоголю. Одни попали сюда из детского дома, других привезли сами родители. По словам сотрудников, дети, как правило, лечению не противятся. Слишком плотный досуг и развитие. Выполнение поделок, бумага, творчество. Сколько баллов они заработали, они могут как-то их потратить. Да, потратить. Здесь занимаются комплексной терапией. Если даже с медикаментозной все начинается, подкрепляется все работой с мотивацией. Если подростки ведут себя плохо, получают штрафы за прилежное поведение, баллы. Которые потом можно обменять, например, на звонок родителям или интернет. У нас есть воспитательская комната, где у нас немножко так она оборудована под творческую мастерскую, где работают социальные работники с ними. И они творят поделки. Шьют мягкие игрушки, бумаготворчеством занимаются, торцевание, квилинг. Он стал более спокойный. Он начал рассуждать. Он рассуждает. Он теперь уже расставил свои цели, что ему нужно, куда он хочет. То есть все это он уже сопоставил. Все это он... Я так думаю, что понял. По словам женщины, спустя 30 дней она не узнает своего сына. Он начинает думать о будущей профессии и намерен хорошо закончить 9 класс. Но понимать заново свое место в этой жизни приходится и самим родителям. От их участия и поведения напрямую зависит результат лечения подростков. Для этого здесь применяют семейную психокоррекцию. На сеансах психолог объясняет мамам и папам, как нужно общаться со своим ребенком, как правильно наказывать и любить. Ругать их нельзя, кричать их нельзя на них. Только с ними теперь разговаривать. Больше никак. И на этом делают очень большой акцент – разговаривать. Внимание и любовь родителя к ребенку проявляются не в дорогих телефонах, не в красивой одежде, не в большом количестве, собственно, этой одежды. Не в разрешении постоянно делать все, что угодно, а быть рядом, присутствовать, постоянно присутствовать в жизни ребенка. И такая семейная терапия дает самые лучшие результаты, говорят сотрудники диспансера. По крайней мере, эта женщина уверена, что свою жизнь она уже меняет, а ее сын возвращаться в диспансер не планирует. А вот что намерен делать, так это помогать родителям в уборке и развиваться, чтобы на вредные привычки не оставалось ни времени, ни желания. София Яценко, Анастасия Дороган, Николай Шилко. День с толком. Участок дороги Поспелеха, Курья, Третьякова, граница с Республикой Казахстан, обновили раньше срока за счет дополнительного федерального финансирования. Подробнее о транспортном коридоре между странами, который появился в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в репортаже Валентины Аскеровой. Водитель в комфорте, пассажиры в безопасности. 13 километров автомобильной дороги – такова общая протяженность обновленной трассы Поспелеха, Курья, Третьякова. Свежий асфальт до села Савушки уложили на год раньше за счет дополнительных федеральных средств. Эта работа будет продолжаться. Дорога Поспелеха, Курья, Третьякова является региональной и межмуниципальной. Она у нас является транспортным коридором. Мы соединяем федеральную трассу с этой дорогой на Казахстан. Мы можем по этой дороге, посредством других дорог выйти в Камень-Набиутина, Новосибирск, Омск, ну и другие регионы Сибири, Западной Сибири. Более миллиарда рублей – такую сумму в этом году дополнительно направило правительство страны на алтайские дороги. В результате дорожники обновят дополнительно 66 километров в разных районах края. Подрядная организация «Южная ДСУ» отремонтировала дополнительный участок трассы Поспелеха, Курья, Третьякова меньше, чем за месяц. Оперативность обеспечил новый завод, который выпускает не 30 тонн асфальтобетона в час, как старый, а 100. Дорожное покрытие отвечает всем стандартам качества. За этим строго следят в специальной испытательной лаборатории. Специалисты берут пробы дорожного покрытия и тестируют его на мороза и влагоустойчивость. Проверяют другие свойства. Вот девушка стоит, испытывает лабораторию. Все же у нас в журнал, все строго фиксируется. Если что-то не так, то приходится переделывать. Пока все так. Подрядчик за это ручается и дает гарантию качества – 8 лет. Национальный проект «Безопасные качественные автомобильные дороги» реализуется в Крае уже не первый год. Помимо этого, работы ведутся в рамках средств, выделенных на содержание. Благодаря чему наш регион ежегодно получает по 900 километров обновленных дорог. Главное, чтобы эти километры не уменьшали большегрузы, которые нередко едут с перевесом, и разбивают дорогу, в которую вложены миллиарды рублей. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. Без красной дорожки, звездных концертов и сотен зрителей. В Барнауле в скромной, но торжественной обстановке завершился 22-й Шукшинский кинофестиваль. Он прошел в этом году в сокращенном и частично онлайн формате. Как новые технологии помогли сохранить традиции главного Алтайского кинофестиваля, какие фильмы стали победителями, расскажет Илья Кочетков. Вместо традиционного пикета в сростках библиотека имени Шишкова. Да это же настоящие печки-лавочки. Обычно пышное и масштабное закрытие нынешнего Шукшинского было похоже больше на дружеские посиделки. Скромные и душевные. А еще очень недолгие. Вместо многочасового ожидания зрители узнали имена первых победителей почти сразу. Диплом за лучший сценарий присужден фильму «Отряд Таганок». Режиссер Айнур Аскаров. Он сегодня здесь, в нашем зале. Награду получает режиссер фильма. В то же время еще продолжались кинопоказы конкурсных картин. В этом году площадок было всего три. Все в Барнауле, причем две из них открыты. Тем удивительнее, что, несмотря на ненастную погоду, фильмы нашли своих зрителей. Многие отмечали, причин вообще отменить фестиваль было немало. Но организаторы решили традицию не прерывать. Помимо прочих целей – собрать много гостей, сделать красивый праздник, пройтись с артистом по дорожке, сделать творческие встречи. Он имеет еще другие цели. Выделить те фильмы из современного кинематографа российского и не обязательно российского. Пока что у нас фестиваль всероссийский, хотя мы идем к статусу международного. Когда можно было бы для себя сформировать то культурное направление, которое мы подразумеваем под шукшинскими фильмами с девизом «Нравственность есть правда». Поскольку в этом году из-за пандемии многие фильмы попросту не вышли или их авторы отказались от участия в фестивалях до лучших времен, проявить себя смогли авторы, которые иначе до зрителей Шукшинского, возможно, и не добрались бы из-за большой конкуренции. Например, тот же «Отряд Таганок» Айнура Аскарова – редкий пример современного детского кино. А «Гран-при» получил фильм, снятый несколько лет назад, но до большого экрана так и не добравшийся. И напрасно, уверены члены жюри. Начиная с удивительнейшей работы игры самих детей и заканчивая очень серьезной глубиной, которую режиссер поднял в этом фильме. Ну и чтобы больше не затягивать, я объявлю, что этот фильм называется «За линия». Режиссер Вадим Дубровицкий. Вот только услышать ответное слово победителя не удалось. На связь он по какой-то причине не вышел. Да, в этом году часть участников пользовалась онлайн-сервисами. Член жюри, режиссер Евгений Бедарев считает, возможно, в этом даже есть свои плюсы. Мне кажется, это прикольно. Очень многие люди могут подсоединиться, они могут следить за прямой трансляцией. Допустим, члены жюри или участники, они не едут, они сидят у себя, они смотрят. И, допустим, вот такая трансляция, она соединяет сразу, допустим, пусть 15, пусть 20, пусть 100 городов. Это очень круто, потому что я, допустим, вел в Инстаграме прямую трансляцию, кто-то еще вел, телеканалы вели. И это хорошо, потому что каждый вдруг в этот момент в прямом эфире смотрит, он как бы чувствует свою сопричастность. Режиссер уверен, даже когда фестивали и Шукшинский в том числе вернутся в привычное русло, часть подобных технических находок обязательно стоит использовать. Правда, все участники и зрители были единодушны. Без традиционного пикета все же непривычно. И надеются, что в следующем году фестиваль все же вернется на родину. В сростке. Илья Кочетков, Александр Антропов. День с толком. К новостям спорта. Состав укомплектован практически полностью. Новых игроков вряд ли уже будут смотреть. Об этом сказал главный тренер хоккейного клуба «Динамо Алтай» Александр Усачев после контрольных матчей, которые его подопечные провели в Красноярске. В первой игре «Динамовцы» одержали крупную победу 7-2, во второй ввели со счетом 2-0, но в итоге уступили в овертайме. Главный тренер наших хоккеистов отметил также, что ребята провели хорошие четыре игры, две дома и две в гостях. Проигрыш в последний он списывает на усталость и дорогу. Усачев сожалеет, что было немного возможности подготовиться к сезону, ведь Красноярские «Рыси» по сути единственная команда, которая территориально находится ближе к нам. Предварительный сезон наших хоккеистов начнут ближе к 20-м числам сентября, но где и с кем они будут играть, пока не ясно, ведь до сих пор еще неизвестен состав участников и календарь турнира. На этом у меня все. Звоните к нам в редакцию по телефону 205-545 через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok